Это самый обыкновенный человек, и он не поставил лайк. Он стал хейтером, он ненавидит блогеров и всех, кто лучше его. Мы ведем борьбу с такими, как он. Если знаете, кто не поставил лайк, пишите в комментариях, мы быстро с ними разберемся. Погоди, ты один из них? Ладно, я тебя прикрою. Быстро спустись вниз и поставь лайк. Поставил? Если знаешь информацию по-другим, пиши в комментариях. Первый класс против одиннадцатого. День рождения. Первый класс. Это от дяди, это от тети, это от бабушки, это от дедушки, это от мамы, это от папы, это от брата-папы, это от папы-сладного брата-папы, это от мамы-мамы-мамы и от пахана. Привет, Денчик. А ты чего здесь забыл? Ты меня сам сюда пригласил. Серьезно? Где мои конфеты? Одиннадцатый класс. Сынок, чего бы ты хотел себе на день рождения? Пап, я бы хотел себе машинку на пульте управления и светофора головы. Да, сынок, конечно. Я же так тебя люблю и не забыл про твой день рождения. Сынок, ты чего на день рождения-то хочешь? Папа? Да, сын, диктуй. Папа, я хочу... Там булопатый? Не маленький уже, чтобы тебе подарки дарили. Папа, иди сюда, я хочу тебе сделать подарок. О, я люблю подарки. Обзывательство. Первый класс. И вообще ты какашка. Да ты как меня назвал? Я сейчас пойду и маме пожалуюсь. Стой, не нужно. Ты действительно расскажешь все маме? Пожалей нашу дружбу. Ладно, не буду. Но впреки больше не обзывайся, дурак. Я пошел рассказывать все маме. Нет, я. Одиннадцатый класс. Слушай, а ты нашел ответ на второй вопрос из шестнадцатого теста? Ты чего? Ты как-то странно разговариваешь. В каком плане? Слишком вежливо. Обычно ты обзываешься через каждое слово. Чувак, сейчас не до шуток. Чел, просто обзови меня. Зачем? Я не хочу этого делать. Но ты постоянно просто через каждое слово меня обзываешься. А сейчас не хочу. А мне плевать. Просто обзови меня. Нет. Да. Нет. Да. Надоел, дядь, сел. Ты мне, говнарь, скажешь ответ на шестнадцатого вопроса, роутеста, петух. Что с тобой? Мам, остас меня говнарем, ослом и петухом обзывает. А он мне писюн показывал. Стрижка. Первый класс. Ну как, сын, тебе понравилась твоя новая стрижка? Очень. Но вообще мне немного вчера было. В следующий раз на вас и будем стричься. О, буду как актер из фильма. Мне нравится. А потом по бокам оставим, а в центре лысина. Прикольно, да? О, мне нравится. А потом на голове обретвай и молнии сделаем. О, круто. Одиннадцатый класс. Блин, зачем я сказал, что мне понравилось? Да, блин, какая же фигня. Зачем я вообще пришел в эту парикмахерскую? Они сделали меня уродом. Вам понравилась стрижка? А, да-да, очень неплохо. Компьютер. Первый класс. Сынок, выключай давай, спать пора. Эх, блин, ладно, пока, пацаны. Одиннадцатый класс. Выключай, спать пора. Мам, а как же доклад по физике, презентация, подготовка к ЕГЭ? Они до завтра сами себе не сделают. Ладно, только недолго. План скам. Заскавила маму. Секции. Первый класс. Плавание. Сходил. Музыкальная школа. Сходил. Вокаус. Сходил. Бальные танцы. Семнадцать сорок. Ага, так. У нас еще есть час. Пойдем уроки делать. Пойдем. Одиннадцатый класс. Наконец-то я закончил все секции. Теперь ты меня уж точно ничего не потревожил. Сынок, я тут тебя и репетитором приняла. Двадцать штук. Будешь ходить? Этого не может быть. Скажи, вот нафига мне репетитор по башкирскому языку? Ты должен знать все предметы. Иначе не поступишь в университет. А мне не нужно в университет. Я вот к репетитору по ух... Коминанию записан. Ты серьезно? Это не я записала. Преувеличение. Первый класс. Не знаешь, что вообще? Бег. Мама. Он почему не показывал? Я не показывал. Показывал. Чего ты врешь? Я тебе просто кулак показал. Он меня бил. Нет, ты не прав. Чего? Одиннадцатый класс. Я не показывал. Он с показалом. Нет, мы походу реально дебилы оба. А еще гей. Он что, нас гейми обозвал? Пойдем на него заяву напишем. Погнали. За учебление меньшинств. Да. Учебники. Первый класс. Я подобрал обложки ко всем своим учебникам и тетрадкам. А как же дневник? Неужели я забыл? Этого не может быть. Сколько сейчас время? 21.40. А магазин закрывается в 22.00. Если я пойду завтра без обложки в школу, то дневник порвется. Э, братик. Пронеси подпить адреналинчика. Одиннадцатый класс. Брат, слушай, а ты купил обложки на тетрадке? Нет, зачем? Я их уже с восьмого класса не покупаю. Капец, ты смелый, а? Да у меня все под контролем. Ну так-то да, ты прав. У тебя все под контролем. Школьные принадлежности? Первый класс. Блин, ручка писать перестала. Как хорошо, что в начале года мы купили коробку из 50 ручек. Мне на весь год хватит. Одиннадцатый класс. Каждый день новая ручка. Каждый день. У тебя хоть денег хватает их каждый день покупать? Я их у одноклассников беру. Возвращаешь хоть? Тройка за четверть. Первый класс. Представляешь, отец, у нас тройка за четверть. Какой же он тупой. И не говори, как можно в третьем классе один... Как можно в первом классе тройку получить? Ты должен учиться на отлично до одиннадцатого класса. А то будет дворником работать. Мам, я тройку получил. Поддержи все! Да, это победа! А я всегда знала, что ты за кожу возьмешься. Еще чуть-чуть. А тебе может быть даже все тройки за четверть будут, да? Умница! Умница! Да, родители, спасибо, что верили в меня. Нам нужно устроить праздничный ужин. Домашнее задание. Первый класс. Сынок, пойдем делать домашнее задание. Мам, нам не задавали. Точно? Мария Ивановна сказала, что у нас завтра будет день физры. Ну хорошо, отдыхай. Одиннадцатый класс. Ты сделал, друзья? Нам не задали. Ты уверен? Да. Ладно. Как вам в школе, сын? Меня исключили. Физра. Первый класс. Мам, мам, давай просыпайся быстрее, а то вдруг опоздаем. А ты податок? Где школьную форму? Первым уроком нам призову поставили. Будем бегать и мечей пинать. Капец круто. Да ладно, если это одноклассники, все мечи займут. Ну ладно, ладно, уже одеваюсь. Одиннадцатый класс. Сынок, а я не поняла. Ты что, еще спишь? Мам, мне ко второй. Ну, но в электронном дневнике написано, что у тебя сейчас физра идет. Ну я же так и сказал, ко второй. Выбор профессии. Первый класс. МГУ? Мам, да, я туда поступлю, там есть профессия космонавта. Ну, чтобы туда поступить, сынок, нужно сильно постараться, иначе не получится. Мам, я буду очень хорошо учиться, не переживайте меня. Ну, хорошо, посмотрим. Одиннадцатый класс. Порой нам нужно принять решение, от которого будет зависеть наша судьба. И не только наша. Алло. Сын, ты выбрал профессию, когда поступать будешь? У тебя осталось пять дней. Нет. Выбирай. Только выбирай тщательно и с умом. Хорошо. Акрарный тракторист Кослерцарский государственный Зимбабгский университет. Пойдет, зато по баллам ЕГЭ прохожу. Первый класс против одиннадцатого. Да, это, конечно, трэш. Ребят, слышите этот пылесос на заднем плане? Вот так я решил закончить данное видео. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И если вы досмотрели до этого момента, то напишите в комментариях слово пылесос. Все такие комментарии я обязательно прочитаю и обязательно пролайкаю. И на некоторые даже отвечу. Спасибо, что смотрите. Ведь на двух предыдущих роликах я увидел суперактив. Давайте продолжим его. И тогда ролики будут намного качественнее. Новый формат подачи в конце января. А следующий ролик сборник. Приятного просмотра. Я не знаю, когда он выйдет. Спасибо за просмотр. Первый класс против одиннадцатого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok